Второй соревновательный день чемпионата Европы по пятиборью в Минске вышел не столь удачным для хозяев, как стартовы. Белорусы в мужской эстафете остались без медали. Лишь шестая строчка. Фавориты чехи не пропустили вперед никого и завоевали титул чемпионов Европы. Отметим, отечественные спортсмены Николай Гаяновский и Александр Ковпи соревновались и между собой. Лучше получил награду участие в личном турнире. Сегодня в третий день соревнований участники будут бороться за места в финале в личном первенстве. Всего от страны могут принимать участие по четыре спортсмена, как у женщин, так и у мужчин. Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного челленджера в Астане с призовым фондом 125 тысяч долларов. Во втором круге он переиграл турка Илькеля 6-2, 6-3. Следующий оппонент – первая ракетка турнира, россиянин Евгений Донской. А вот Ярослав Шила состязание в Астане покидает. Он накануне проиграл хозяину кортов Михаилу Кукушкину. Неудачно сложился вчера игровой день и для нашей Александры Соснович на турнире WTA в Бухаресте. Она во втором круге уступила третьей сейной немке Юлии Гергис 6-7-3-6. Самая престижная веломногодневка Тур-де-Франц выходит на финишную прямую. Накануне прошел 17-й этап. Пилотон преодолел 183 километра по высокогорью между городами Ламюр, Сэр, Шевалье. Победу отпраздновал словенец Примаш Роглич. Белорус Василий Кириенко расположился в итоговом протоколе этапа на 107-м месте. Желтую майку лидера сохранил одноклубник Кириенко британец Кристофер Фрум. Белорусский велогонщик в Генерале 113-й. Двигаются к финишу и участники ралли-рейда «Шелковый путь». 12-й этап, прошедший накануне, составлял менее 500 километров. Что для участников ралли – сущие мелочи. Но многочисленные гигантские дюны стали серьезнейшим испытанием для пилотов. Тем отраднее, что белорусские экипажи на одном из самых сложных отрезков показали себя достойно. Все три автомобиля вошли в 11 сильнейших. Лучший Сергей Вязович, он на шестой строчке. А у нас пока все новости, репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!